Проблема отсутствия общественных туалетов на Ринмаре стояла довольно давно. Вопрос поднимался еще 8 лет назад. Тогда народный избранник Анна Булатова, будучи депутатом городского созыва, на заседаниях активно высказывалась о необходимости уличных туалетов. Однако на тот момент власти ее не услышали. Мы понимаем, что ребенок это ребенок, да, и не скажет ему потерпи и так далее. Поэтому очень хорошо, что вопрос наконец-то сдвинулся с мертвой точки. И, я думаю, наши жители останутся удовлетворены положением дел. С 9 июля в центре города сотрудники чистого города установили три кабинки биотуалетов. Они работают для горожан бесплатно. Такой исход событий приятно удивил и порадовал местных жителей. То, что там было, это детство, весьма удобно стало. Конечно, надо. Как в городе, люди же не все живут тут. Приезжие, которые, куда им деваться? Это же дело-то такое. Обязательно. Так что, хорошо, что поставили. Еще бы порядочек там было. Вообще было бы классно. Кстати, сейчас только заметила, туалеты поставили, потому что если что, куда бежать и некуда. Да, это очень важно. Для маленьких детей особенно. С маленькими детьми очень важно. Планируется, что уличные туалеты будут работать в течение двух летних месяцев. Дальше мы передадим их в организацию, у которой мы их арендовали. Это комендант по благоустройству. И они будут дальше в них храниться до следующего летнего сезона. Добавлю, для соблюдения санитарных норм биотуалеты дезинфицируют утром. Сразу после откачки нечистот. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова